Здравствуйте, мои маленькие русофобы и любители фейков. Алексей Халецкий, это мой личный канал, и решил вам немножко записать видео о том, как происходит комментирование на ютубе. Я, во-первых, это буду кидать людям, которые кричат, что я их комментарии удаляю. И, во-вторых, вам, наверное, будет интересно немножко кухню кремлеботов и прочего-прочего. Посмотрите, такое, знаете, отдельное видео, как раз собирался разбираться с комментариями. Вот, смотрите, на моем основном канале про игры, если кто не в курсе, у меня есть канал Леша Играет, вот он. Больше 150 тысяч подписчиков там, много просмотров, посвященных глобальным пошаговым стратегиям. Я сделал видео «Нет войне», потому что я считаю, ну, невозможно мне было молчать, извините. То есть там много комментариев «Нет политики», и про это другое. Так вот, я сделал это видео, и в нем 33 тысячи просмотров на данный момент, но 1500 комментариев. Просто для сравнения, у меня есть несколько видео на этом же канале больше миллиона просмотров, больше миллиона. И там только в районе 600 комментариев, 600, в районе 600 комментариев. Потому что тема серьезная, понимаете, все должны высказать мне, какой я предатель, ничего не понимающий. Ну, русофоб, естественно, это само собой. Но дело в том, что народ там приходит и кричит, что я тру их комментарии. Несомненно, я очень многих людей забанил. Ну, то есть я поступаю так, если там совсем уже идиот пишет, ну, в моем представлении. Я просто человека баню. Я не тру чей-то комментарий. Я просто сразу баню человека, чтобы его не видеть. Почему же людям кажется, что я тру их комментарии? Вот смотрите, сейчас мы заходим... Ну, во-первых, обратите внимание, это я нахожусь, кто не в курсе, в США. И вот у меня тут реклама. Это YouTube, и идет реклама «Помогите украинцам», например. То есть какой-то фонд собирает деньги украинцам. Итак, переходим в аналитику этого видео. «Небольшая кухня». Пишет, что у меня отписалось тысяча человек из-за этого видео. Ну, я, Катя, думаю, что больше на самом деле. Давайте посмотрим. 970, 1500, ну, где-то в районе 1600-1700 на самом деле отписались. Ну, и здорово нам точно не по пути. Не мне с ними, не им со мной. Вот это статистика чисто этого видео. Так, не статистика я хотел, а комментарии. Статистику я чуть позже еще покажу. Переходим в комментарии. Вот видите, вот это опубликованные комментарии. Но если мы перейдем на страницу «На проверки», вы увидите, как много здесь комментариев. «На проверки». Это YouTube сам автоматически отправляет на проверку. Чтобы вы понимали, я могу с комментарием только сделать удалить, пожаловаться, заблокировать. Ну, это без проверки сделать комментарием. То есть, я могу только удалить комментарий, заблокировать сразу полностью пользователя, чтобы этот комментарий удалился. И он больше ничего не писал у меня на канале. И либо пожаловаться. Если я жалуюсь, то если комментарий там, мы не знаем, какое конкретно число, но если комментарий набирает большое количество этих жалоб, он тоже отправляется на проверку сюда. И там зависит из того, как пожаловались на него. Вам кажется, что вот видите, тут ползунок очень маленький. На самом деле, смотрите, нажимаю «End» и подгружается еще. Еще нажимаю, еще подгружается, еще нажимаю, еще подгружается. У меня на проверке, я даже не знаю, у меня тут нету даже цифры, какое количество на проверке комментариев. Тут такое ощущение, знаете, как будто их столько же, сколько опубликовано. Смотрите, нажимаю еще «End», еще подгружается, еще подгружается. Потом это вот прошло... А нет, еще подгружается, господи. Потом сам YouTube Как-то автоматически Потенциально неприемлемые комментарии Я еще их нажимаю И здесь еще куча Комментариев начинается Так вот На YouTube это все, конечно, сделано Через жопу, я считаю То есть YouTube автоматом Считает комментарии недопустимым Или содержащим Какие-то слова из черного списка Если вы ругаетесь И отправляет их мне на проверку Но вам он ни хрена не сообщает Причем у вас это выглядит так Как будто вы оставили комментарий Вот это самое тупое, по моему мнению Как будто вы оставляете комментарий Потом вы обновляете страницу, а комментария нет А он у меня тут на проверке висит Как я понял Например, я сам это делал А более того, он некоторые комментарии Даже на проверку не отправляет Он просто их удаляет нахрен сразу Я в каком-то Вот представьте, я на своем сайте На своем канале Под каким-то своим видео Хотел пошутить В ответ, типа, сарказм я такой был И я что-то хотел То ли евреи-фашисты написать То ли евреи-нацисты Такой, вы знаете Игра на Ну, знаете Зеленского еврея нацистом называют Я вот что-то такое написал Напишу вот Что-то про евреев-нацистов Приходит мой комментарий Потом я возвращаюсь в это видео Обновляю, комментария нет Думаю, ни хрена себе Нормальный YouTube И было еще больше В сообществе Ну, на YouTube есть такой раздел сообщества Где-то вы можете просто текстом Что-то отправлять Я решил опубликовать Там одно Стих Белорусской поэтессы Такой молодой Вот она в прошлом году Какую-то премию получила Я этот стих хотел опубликовать У себя в сообществе Публикую Оно мне пишется Как будто опубликовано И я такой хожу Думаю, что-то Ни комментариев Ни лайков Ничего То есть Нет уведомления О том, что это приходит Захожу в сообщество Нету этого сообщения Вообще Как будто я его Не публиковал даже И YouTube Вот так вот YouTube и поступает Даже с авторами Канала Он просто Просто удаляет Чтобы не было Никаких Ни возражений Ничего Чтобы ты вообще Не мог ничего сделать Даже с моим же сообщением В моем же сообществе Без всяких Даже уведомлений автора Что типа Мол Ваш пост удален Потому-то и потому-то Какие-то неприемлемые слова Здесь же хотя бы Вот вы можете посмотреть Ну Короче Огромное количество комментариев Отправлено мне На На проверку Вот потенциально Недопустимый комментарий Сейчас вот я найду Где спам Написано Вот Если написано спам Это значит что На этот комментарий Вот так вот люди Пожаловались Нажали пожаловаться И Блин я его удалил Случайно Я даже не посмотрел Что за комментарий Короче удалил Случайно реально Комментарий Вот этот спам Значит на этот Комментарий Жаловал Вот например Почему Россия Как член Совета безопасности Он Все 11 раз Накладывала вето На введение Миротворцев ООН на Донбасс Помечено как спам То есть людям Не нравится Вот этот вопрос Они удалить Это не могут И максимум Что они могут Это жаловаться На спам Там Я Мы просто не знаем Какое конкретно Количество Спам Отмечается И этот комментарий Уходит на проверку Я его конечно Отобрю Потому что Вопрос Логичный Все комментарии С какими-либо ссылками Сразу на проверку Уходят Поэтому содержит Слова из черного списка Скорее всего Вот этот Из-за того Что тут ссылка есть Ну и Поясним что такое фашизм Возможно еще это Ютуб Решил что это черный список У меня есть черный список Но там в основном Маты Просто какие-то Ругательства И маты Идут Отписка Надоела пропаганда В обе стороны Содержит слова Из черного списка Вообще даже не представляешь Наверное отписка Слова из черного списка Вообще даже не представляешь Что это такое Отписался от вашего канала Неувязочка Тут что-нибудь Про Донбасс Наверное уже Донбасс Слово в черном списке Я хрен знает То есть Что тут Ютуб считает То есть я понимаю Что вот эти все комментарии Они на проверке находятся Ну вот Тут понятно Вот это слово Из черного списка Поэтому Не прошел комментарий И вот понимаете Вот он это пишет Отправляет И его Нету этого комментария Человек думает Что я его удалил Понимаете Вот так это работает Очень жаль Что ты начал Расправлять русофобию Это блин Нет войне Это русофобия Ребята Оказывается К сожалению Не знаю Может русофобия Слово в черном списке Что тут Был со мной Практически С самого дебюта На ютубе Давайте одобрим Этот комментарий Раз он был со мной Ну и Кроме того Видите Я тут вижу Кто остается еще подписчиком То есть там чувак Может отписался Поэтому и уже не показываешь Он подписчик 2 года Нет войне То есть ну Видно что этот человек 2 года мой подписчик Он не кремлебот Тоже могу Одобрить Я не знаю С этими комментариями Потом я Чтобы Теперь сидеть Все их Проверять Вообще Чего так поздно Высрался Пишет Костя Матвиенко 5 лет Не знает что я Вот на этом канале Где вы сейчас Смотрите видео Я ежедневно Прям с начала войны Я буквально через час После как война началась Начал стримы вести Ну да ладно Дальше Еще интересно Ну понятно Что вот тут Есть где-то кремлеботы Кто-то Сейчас уже Сейчас уже сложно понять Кто из них Вот прям Когда писался комментарий Тогда можно было понять Подписчик Не подписчик Часто уже Тут этим комментарием 2 дня Например Прошло Уже мог наверное И отписаться Ну тут Минута ровно Ролика прошла И у меня вывелось Тонна пропаганды Нехта Еще раз повторю Я считаю Телеграм-канал Нехта Белорусский Отвратительной Помойкой Я на второй день Белорусских протестов Еще писал у себя В фейсбуке Что отвратительная Помойка Я телеграм-канал Нехта Не читаю И никому не рекомендую Его читать Ваш выбор Конечно Но я считаю Что это Ну тут А ну вот Просто дурак Скорее всего За дурак Потенциально Недопустимый Комментарий И вот Людей Вот отправят Они пишут Какую-то херню Понимаете С руганью С прочим Ютьюб Ничего Вот хотя бы Вот почему Он мне сообщает Потенциально Недопустимый Комментарий Почему он Не может Комментатору Написать Ваш комментарий Отправлен на проверку Как потенциально Недопустимый Почему это Ютьюб не делает Хрен его знает Теперь давайте Немножко покажу Как на ботов Посмотреть Интересно Их взаимодействовать Так где тут лайки Вот сейчас Вот убрали дизлайки Теперь хрен А вот они Вот они Видите 64% лайков Ну и соответственно Там 35% дизлайков Да Среднее по каналу 95% На самом деле Было выше до этого То есть Там под 97% Что ли Идем подробнее Тут интересно Жалко сейчас Тут по дням идет Блин Как-то я смотрел Вот первые 24 часа Вот это нам интересно Вот смотрите В начале Появляются лайки Потом Ну чуть снизилось Там чуть увеличилось Вот тут интересный момент Смотрите Было 70% лайков Хобана 56 То есть Упало на 14% Причем Время смотрите 17.56 Ну то есть За час Ну предположим С 6 вечера До 7 вечера Дело в том Что это время Тихоокеанское То есть Так как я нахожусь В Калифорнии Тихоокеанское время Соответственно Это московское Так 6 Это 4 ночи С 4 ночи До 5 ночи По Москве Это Самое На самом деле Самое Непопулярное Время Для просмотра Видео Но почему-то В этот момент Самое непопулярное В России Для просмотра Видео Приходят мне 14% Дизлайков От того Что было До этого В самое Непопулярное Для просмотра Время Спрашивается Откуда Хрен знает Это очевидно Очевидная Работа Ботов Просто Очевидно Так Ну сравнивать Тут Собственно Не с чем Поэтому Я буду Вот это Видео Использовать Для Если кто-то Будет кричать Куда делся Мой комментарий Я сразу Буду давать Ссылку Вот на это Видео Которое Сейчас Делаю Чтобы Объяснять Куда Этот Комментарий Делся Напоминаю Я Комментарии Отдельно Не удаляю Я сразу Баню Человека Если Мне не нравится Как он Общается Что он Делает Как он Это Пишет Если я считаю Что он Кремлебот Я просто Сразу Баню Без Всяких Ну Потому что Реально Удалять Просто Тупо Комментарии Это вообще Какой-то Бред То есть Ты человека Оставляешь Но комментарии За ним Подтираешь Это Тупо И то Что Вот так Делает Ютьюб Это Просто Он Подставляет Как раз Создателя Видео То есть Мне Приходится Оправдываться Что Я Не Этот Не Подтиратель Комментария Я просто Сразу Баню Идиотов Людей Которые Позволяют Себе Оскорблять Меня В комментариях Ну То есть Как Относиться К человеку Если он Давайте Посмотрим Где тут На проверке Что-нибудь Найдем Ну Вот Просто Человек Пишет Капслоку Вот Смысл С ним Общаться Очевидно Проблемы Есть Да Так Отписался Сейчас Где-нибудь Найдем Ну Давайте Одобрим Отписка Пропаганда В обе стороны Надоело Где тут Хоть Где-нибудь Что-нибудь Показать Вежливые Комментарии Какие-то Прям Все Что-то Все Ну Видите Ссылка Даже На мой Другой Канал Собственно На тот Канал На котором Я показываю Видео Ютуб Забанил Ну Вот Почему 8 лет Россия Говорила Что Нет На Донбассе О чем Вообще Такое Ощущение Что Донбасс Сейчас Считается Словом Из Черного Списка Почему Этот Комментарий Например Не Прошел Ну Вот Кстати Вот Это Одобренный Комментарий Он Уже Одобренный Вот Эти Комментарии Не Одобряют Почему Ты Не Не Пускает Ссылка На Википедию Забанил Вообще Все Ссылки Они Банятся И Идут Ко Мне На Проверку А Наверное Надо Вот Эти Потенциально Недопустимые Надо Туда Промотать И Там Смотреть Не 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 Зачем тебе Надо Скорбить Да Вот Нахренами Этот Человек Дальше С ним Смотреть Его Слушать Алеша По бумажке Прочитал Текст И Отработал Свои 30 Серебников Ну То Что Меня Еще Заплатили Это Вообще Другой Конечно Разговор Люди Даже Не Представляют Что Можно Против Войны Выступать Бесплатно Оказывается Ладно Вот Ты Не Беларус А кусок Американского Говна Ну Вот И Пообщались Спасибо Что Сказал Юрий Зеленов Спасибо Бесценно Оскорбить Человека Бесценно Ну Вот На Урод Лицемерный Пожалуйста Посмотри Весь Сорог И дай Свой ответ Желательно Публичный В виде Ролика Ща Пойду Вот Прям Ну Слушай Ну хотя бы Вот Не могут люди Заинтересовать Ну Заинтересуйся Чтобы я этот ролик Посмотрел Вот Почему Кузя Мейн Кун Считает Что Оскорбив Меня Он Видимо Такой На слабой Не знаю Как Вот Это Работает У Людей То есть Надо Меня Оскорбить Ну Сейчас Конечно Пойду Ролик Сейчас Нажму И пойду Весь Ролик Смотрите Лизожоп Западный Удаляет Комментарий У него Удалился Этот Комментарий Он Написал Лизожоп Западный Удаляет Комментарий Ютьюб Комментарий Понимаете Вот Какой Мощный Каминг Аут Идиота Отписка Ну Тем не менее Он Не отписался Два дня Назад Написал Отписка И Подписчик 8 месяцев Не отписался Ну Ждем Я надеюсь Что все таки Отпишется Потому что Зачем Леша Такая же Гнида Как и Десантник Валерий Сахачик Оба Придали Родину Из-за Угра Рассказывает Как нам Надо жить Фу Гниды А Это уже Козий Мейн Кунг Он уже Забанен Не Вот Не может Мне надо Приехать Обязательно В Беларусь И оттуда Рассказывать Так чтобы Меня можно было Поймать И посадить В тюрьму Только вот так Правильно По мнению Людей Вот Рассказ Когда меня Посадят Ну Даже Не меня Посадят А когда Навального Посадили Был Навальный Такой Рассказывал В видео Как неправильно Находился в России Вот посадили Сейчас еще там Ему рассказывают Что он неправильно Сделал Обязательно Найдется Те кто Что-то Неправильно Сделали Господи Что так много Ну я думаю Что на этом Можно Завершить Думаю Приблизительно Идея Понятна Всем И если Вам кажется Что ваш Комментарий Удалили В каком Либо Вот прям Вы написали И его Нету Я вам Даже Так рекомендую Вот вы Пишите Комментарий Потом Обновляете Страницу И смотрите Ну или там Минут через пять Заходите Смотрите Есть комментарии Или нет Если его нету Вот Вот в короткое время Практически сразу То наверняка Ютюб отправил Его Вот В такой вот Фильтр Со словами Там Содержит слова Черного списка Потенциально Недопустимый Комментарий Хотя я вот Не знаю Тут вот Многие слова Почему он Тут такое ощущение Что На ютюбе Уже Добавилось Какого-то Фильтра Вот я смотрю На Донбасс Такое ощущение Что фильтр Который Потому что Очевидно Что по Донбассу Сейчас Такие вот Всякие споры Проходят Не знаю Почему так поздно Высрался Я наверное Забаню Чувака Что чуть Высрался Вообще Офигел Неуважительно Как-то Не это Невежливо Невежливо Ну на это все Думаю Вам Интересно Было Такую Внутреннюю Кухню Посмотреть Стрим Ребята Вечером По вашему Времени Приходите